Здравствуйте! Начнем мы с поздравления с днем рождения. Поздравляем выдающуюся американскую певицу Мадонну. С днем рождения ей исполнилось, соответственно, 62 года. На самом деле, начнем, конечно же, мы с наркотиков. Потому что вот видите, что на подносе у Мадонны. Как говорится, остатки сладкие. Вот именно, видите, какое количество марихуаны у этой потрясающей певицы. То есть там, я думаю, много народу долбило. Ну, хорошее день рождения был. В Голландии, значит, британцы упоролись. Ну, если кто не знает, вообще Голландия для британцев, это как, блядь, Анталия для русских. Они туда приезжают адски упорываться наркотой, блевать, падать в каналы. В общем, все, что хуже русских, нет. На самом деле, не хуже ни хуя русских. Да, хуже, конечно, русских. Британцы это пиздец. Пьяный британец или обхуяренный британец, это прям адовая жесть. В общем, что эти люди сделали? Они не нажрались совершенно. Они упоролись веселящим газом. Ну, видимо, это какие-то лохи совсем были, потому что приезжать в Амстердам, блядь, не жрать ни пирожки, ни, блядь, экстази покупать, а упоролись веселящим газом, это прям басота сраная какая-нибудь манчестерская. В общем, они приехали, упоролись веселящим газом и поехали кататься по Амстердаму на машине. Город, напомню, стоит из каналов. Там на машине ездить, как вы понимаете, одно удовольствие. Ну, и действительно, они это поняли, но довольно поздно, значит, оказались они в одном из каналов Амстердама, очнулись, когда их уже жители там вытаскивали. Вот не упорывайте веселящим газом в Амстердаме. Хотя вы и так не сможете упороться в Амстердаме, блядь, граница-то закрыта, ебаная. В Британии нашли удивительные экстази. В смысле, как нашли? Это же нередко земельный металл. Ну, при обыске нашли экстази в виде головы Трампа. Очень большая дозировка, значит, сами таблетки вот так выглядят. Но знающие люди говорят, что они не только что появились. На рынке эти таблетки присутствуют с самого первого месяца президентства Трампа. Ну, действительно, там очень сильная дозировка. Будьте внимательны. Ну, в смысле не употребляйте таблетки с Трампом. Полиция Норвегии остановила машину. В машине сидел известный лыжник. Ну, действительно, кто там мог еще сидеть? Как мы знаем, в Норвегии нет людей, там только известные лыжники. В основном они астматики. Это именно это позволяет им выиграть Олимпийские игры. В общем, чуть-чуть повезли его на свидетельствование. Видимо, он кашлял, блядь. Думали, что у него ковид, а оказалось, что он объебан. И когда поехали к нему домой, то нашли дома, естественно, кокаин. Вот такие новости сегодня о наркотиках. Неделя уже происходит митинги в Беларуси или в Беларуси. Потому что меня все время поправляют. Мы говорим здесь Беларуси, местные жители говорят Беларусь. В общем, неважно. Происходит во всех городах, уже не только в Минске. И за последнее время произошли очень важные события. То есть Лукашенко пытался всем продавать идею, что какие-то хипстеры вышли в Минске, чуть-чуть в Гродно, чуть-чуть в Бресте, чуть-чуть где-то еще. А нормальные люди, бля, работяги. Они-то за батьку. Поэтому хипстеров надо отпиздить. И, соответственно, все само с собой рассосется. После пыток, издевательств над людьми, конечно, ничего не рассосалось. И вышли на стачки и забастовки ведущие предприятия Беларуси. Ну, не то, что ведущие. Не только ведущие, да, другие предприятия, маленькие, большие. Вот, и здесь, конечно, по батьке был нанесен вопиющий удар. Он до сих пор не понимает, почему. Обратите внимание, да. Пока вы меня не убьете, другим выбором не будет. Пошел нахуй! Уходи! Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Он выступает на заводе. Он приехал, значит, разобраться, сказать, что сейчас он всех угомонит. А ему связи с тебя, значит, уходи, уходи. И посмотрите на лицо Лукашенко. Он не боится никого. Это правда, если мы вспомним Януковича времен Киева. Там просто пиздец, какой страх был на лице написан. Лукашенко никого не боится. Видно по лицу, что его бомбит. И это, честно говоря, опасно, потому что непонятно, чего он перед уходом еще, каких, значит, вещей, каких приказов он отдает. Вопрос, будут ли эти приказы исполнены. Вот, то, что Лукашенко уйдет, я совсем не сомневаюсь. Потому что, действительно, страна вся уже охвачена митингами и поддерживает абсолютно все митингующих. Значит, помимо белорусских заводов и белорусских фабрик, происходят уже забастовки, значит, телеведущих, забастовки в Министерской культуре, значит, из забавного. На телеканале «Беларусь-1» во время всего, значит, происходящего показывают сериал «Третий должен уйти». Третий, это и номер три у Лукашенко был такой номер в избирательном бюллетене. Еще про телепрограмму из Беларуси. Канал «Беларусь-3» показывает фильм «Саша Сашенко», а канал «Беларусь-2» показывает программу «Папа попал». Ну, действительно, «Папа попал», потому что, я думаю, что ничем хорошим для него это не закончится. Белорусское ТВ, конечно, еще пытается троллить протестующих, показывает гороскопы для протестующих. Это вообще какой-то странный пиздец. Вот, мы видели, как говорил Лукашенко, говорит он бессвязно, он правда не понимает, что происходит. Это значит, что у него отсутствовала аналитика, у него отсутствовала социология, либо батьки специально рисовали картины, что «Батянь, 85-90 можно рисовать, вообще никто не выйдет на улицу, у нас все ништяк». Все всем довольны. То есть, он видно по лицу, что он растерян, он не понимает вообще, почему так произошло. А произошло понятно, почему на улицах избили детей. И эти, понятно, что были не только дети, да, там были взрослые люди, но когда начали бить 17-летних там пацанов, то вот их батя, которые работают на Белазе и прочих заводах, они тоже залупились, сказали, что вы наших детей-то бьете. Ну, совершенно понятная история. Что хочется сказать, дорогие белорусы. Я написал пару постов в поддержке у себя в Инстаграме, и вы очень тепло реагировали, говорили теплые слова какие-то, мне писали. И многие писали, что вы знаете, мы действительно, Сергей, вы правы, мы мирный народец, вот, и нас вот довели. Я хочу вам сказать, что после всего происходящего вас никто больше никогда не назовет народцем. Вы показали, что вы не народец никакой, а вы нация, которая вышла на улицы и потребовала справедливости. И мы видим, что батька, который до этого раздувал щеки, сейчас бессвязно что-то лопочет, и я думаю, что вот это пошла его последняя неделя. Я хочу, чтобы все закончилось максимально без крови, чтобы больше не было ни пострадавших, ни трупов, и чтобы эта ситуация разрешилась мирно. Мне кажется до сих пор, кажется, что у Александра Григорьевича Лукашенко есть шанс сказать, вы знаете, я вижу, что меня не хотят. Я, вы знаете, ухожу, подобру, спасибо, хотел как лучше, ну, дальше сказать, что нужно, все, все слова, которые нужно сказать, и спокойно уйти. Я думаю, что это, наверное, будет для него лучшим решением. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Барнаульский священник Александр Микушин, значит, заявил, что ракеты наши, давно уже заявил, ракеты приносят, значит, токсичное топливо и вредят здоровью людей. А сегодня он, значит, поздравил раба Божьего Илона Маска с успешным завершением первого полета нового космического корабля. А также сказал, пусть всемилостивый Господь, 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 благословит вас, Иисус Христос, и сотрудников вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли. И, пожалуйста, отправьте специалистов вашей компании в Россию. Пусть они научат сотрудников конструкторского бюро «Салют» делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями. На прощание священник пригласил Маска пустить кемпинг в Горном Алтае, приложил копию своего письма на английском. Такого удара Дмитрий Рогозин точно не ожидал. Это просто удар крестом по лбу. Значит, влюбленный человек из Тюмени прилетел в Москву, ходил, значит, по Москве, занимался своим делами, потом решил полететь обратно. И перед этим пробежался по дорогим магазинам и накупил своей, значит, девушке подарков на 25 тысяч рублей. Пока, значит, он летел обратно себе в Тюмень, обнаружили кассиры некоторых магазинов, что эти купюры, которыми он расплачивал, с пятитысячной, очень хорошее качество, но подделка. И, значит, когда мужик прилетел к себе в Тюмень, его, конечно, взяли уже сотрудники полиции. На допросе подозреваемый заявил, что деньги он сам не печатал, а купил их на одном из сайтов. За 250 тысяч рублей он купил фальшивых денег на миллион рублей. Какой-то хуйня, мне кажется, он говорит. Нет таких сайтов, хотя, может быть, и есть. В общем, полиция усомнилась в этом и решила человека задержать. Качество подделок было охуительное, и полиция уверена, что это мужик сам печатал. Мораль в чем? Не влюбляйтесь. Ну, кстати, мужик жмот, на мой взгляд, потому что, блядь, у тебя куча фальшивых денег. Что ты на 25 тысяч в аэропорту можешь купить? Ты можешь купить в кофемании, блядь, два эклерчика, духи какие-нибудь саны и нарезку колбасы, блядь. 25 тысяч рублей что-то в аэропорту можно купить. Я понимаю, если вот там сатен спустил для любимой женщины, а какой-то ты жалобина. Правильно тебя задержали? Ну, бунт антипрививочников не стихает на Святой Руси. Давайте посмотрим вот это видео. Что он там делает, а где охрана? Давайте побыстрее! Дорогие ученики, если вы не уйдете, я вас всех убью нахуй, и ушел. Значит, мужик зашел в лабораторию гематест, который проверяет, значит, людей на корону. И с криками, значит, начал расхуяривать эту лабораторию. Значит, он считает, что короны нет, это все, значит, чистый пиздеж. Разгромив клинику, сказал, если я вернусь, и вы тут еще, сука, будете стоять, я вас поубиваю нахуй. Клинику закрыли, дебоширы ищут. Вот так вот на Руси борются с коронавирусом. Если разъебать все лаборатории, которые проверяют людей на Святой Руси, то вирус исчезнет сам собой. Такая версия моя. Значит, на Святой Руси прошел опрос, который показал, что 16% владельцев бизнеса обращают внимание на знак зодиака при приеме на работу новых сотрудников. Я сталкивался, кстати, с этой хуйней, когда приходишь к HR, и он, например, грузит сотрудников, ну, какими-то там обычными вопросами, где вы работали, хуе-мое, в чем ваша мотивация. А потом начинается ебанина. А вы не подскажете, кстати, в каком часу вы родились? Ты думаешь, ебаный в рот, ты дура, что ли? Я по раз прям реально сталкивался еще там в бытность, когда я не был обеспеченным человеком, а ходил и клянчил, блядь, чтобы меня взяли на работу куда-нибудь. Вот, тогда еще эта ебанина расцветала. Ну, я к чему, собственно, эту новость рассказываю? Какой вывод-то можно сделать из этого вопроса? Каждый шестой бизнесмен на Святой Руси ебанутый. Ебанутый. Дерзкое ограбление пятерочки произошло в Москве, значит, неизвестные молодые люди ворвались в магазин и спиздили, значит, тортиков, пирожных и энергетиков на 8 тысяч рублей. Ну, тут понятная же новость даже без слов, да, что воровали наркоманы, причем наркоманы плановые. Они пришли накуренные, блядь, им захотелось пожрать сладенького, поэтому они пизданули тортиков и пирожных. Сожрав тортики и пирожники, они понимают, что все еще кроют, блядь, а надо как-то выходить из этого состояния. Поэтому они спиздили еще и энергетиков на 8 тысяч рублей. По-моему, все совершенно логично. Друзья, вы часто обращаете внимание на вещи, которые стоят у меня на столе. Книги, свечи, бумага, ручка и наверняка вы уже обратили внимание на эту штуку. Эта штука очень важная. Давайте нажмем на нее. Обратите внимание, насколько охуительным стал мир. Вот просто он изменился до неузнаваемости. Эту кнопку подогнали мне ребята из креативного агентства Fancy Shop. Что это такое? Эти люди делали охуительные музыкальные клипы. В частности, для группы Ленинград. Многие из этих клипов вы наверняка видели. Некоторые клипы были удостоены Каннских львов. Каннские львы это такая, это не животные, да, это статуэтка. Одна из самых значимых наград, наверное, самая значимая награда в мире рекламы. Вот эти ребята ее получили. Потом они наконец завязались музыкой и стали делать охуительную рекламу. В чем реклама охуительная? Ну, во-первых, вы видите, как это все выглядит. Действительно, это охуительная реклама. Самое главное в том, что это небольшое агентство, которое относится к клиентам как к себе. Вот ко мне они отнеслись так, как я бы сам к себе отнесся. Среди их клиентов уже достаточно много крупных компаний, там от Тинькова до Мэйла. Но, тем не менее, они продолжают делать кастомные видео. То есть, они каждого клиента облизывают, меняют его жизнь. И, в общем, приходите к ним, заказывайте у них рекламу. И о вас будут говорить не только ваши соседи по лестничной клетке или ваши одинокие подписчики вашего инстаграма. Ну, вообще, вся страна. Ну, ссылка на ваше будущее, где лежит, как вы знаете, конечно, в описании. Вот, знаете, есть такое расхожее выражение «профессиональная деформация». Это когда люди не могут выйти ни хуя из образа. Оператор снимает и дома, и все, что, блядь, у него там попадается под руку. Люди, которые работают с текстом, даже в туалетах пишут, блядь, на туалетной бумаге. Ну, просто не могут не писать. Вот и в Архангельске, значит, у магазинов увидели пьяного полицейского. Значит, этот несчастный человек ходил по перекрестку, блядь, сука, делал вид, что патрулирует улицу и приставал к прохожим. Видимо, он думал, что прохожие, сука, это машина, блядь. Останавливал, блядь, сука, блядь. С ребенком идет мамка какая-нибудь, он такой, блядь, слышишь, ребенку из коляски вылезай, нахуй. Че там у тебя, блядь, права, есть регистрация. Ну, реально, блядь, наверное, так это было. В общем, сразу за ментом приехали у колеи, а после медосвидетельствия показал, что действительно мент был в говно. Блядь, а то какие-то сомнения были. Ну, вот сходный случай был в Сочи. Там, значит, бывшие полицейские на просьбу жителей припарковать авто, в смысле перепарковать, он там неудачно запарковался, выжил из этого авто, достал пистолет, ебанул в воздух и сказал, что это, нахуй, предупредительный. Следующий раз по ногам буду ебошить. Первый выстрел в воздух, предупреждаю нападение. Ты на меня хотел нападать. Сейчас покажешь, как... Я буду сейчас обороняться. Хочет петро лезть на машине, ебанул или ко мне. Вот, тот абсолютно трезвый, причем был полицейский. В сети, значит, появилось видео некоторое время назад. Вот оно. Краснодарский долбоеб держит, значит, малыша за ногу и насвистывает, раскачивает его вниз головой. Когда начали разбираться, оказалось, что это не один долбоеб, а там семья долбоебов, эти мудаки, назвали, значит, ребенка шуткой. Шутка, 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 поешь жрать? Шутка, приходи, шутка. И там сразу собака прибегает и кошка, потому что их тоже шутка зовут, они же наркоманы все, я так понимаю. Поэтому у них, блядь, все называется, все окружающие предметы называются шутка, включая собак и детей. Ну, собственно говоря, из чего я делаю, что они наркоманы, родители задержали, полицейские, а в крови папаша долбоеба нашли, значит, наркотики. Несколько лет назад началось судебное разбирательство, судили человек, который, значит, называл себя бог Кузя. Вот так выглядел бог Кузя, значит, он создал секту и обирал, значит, как и любой создатель секты, вообще, для чего создается секта, вы же знаете, чтобы обирать людей на бабки. Чтобы они жертвовали бабло, имущество там и так далее и тому подобное. И, честно говоря, значит, ну, как бы, ничем не выдающаяся новость, а сегодня, значит, прошла информация о том, сколько денег там было. Значит, смотрите, бог Кузя, на самом деле он Юрий Цукерман, ну, как любой бог, естественно. Раньше носил фамилию Ананченко, но потом понял, что все-таки лучше Цукерман, так как-то более божественная фамилия, богическая, как бы сейчас сказали. Значит, в мошенничестве его обвинили на 215 миллионов рублей. Вы можете представить, сколько они спиздили у людей, это просто можно ебануться. Андрей Попов, он же Кузя, выдавал себя сначала за священника, композитора, писателя, художника, биолога, а потом уже и за бога. И собрал себя в квартире в тоталитарную секту. Доходы Кузя и соратников еженедельно составляли 3,5 миллиона рублей. Пиздец. Становитесь богом и вы будете нормально зарабатывать. Такая мораль. Вы помните, я вам рассказывала девочку, которая, значит, в честь 75-летия Победы стояла, значит, на гвоздях, да, и ее мама это радостно все комментировала. Тогда я подумал, что это какой-то редчайший случай, ну, что случилось с родителями, они позволяют девочке этим заниматься. Но нет, смотрите, в Красноярске установили новый мировой рекорд, да, из этой строчки мы какой вывод делали? Что был, блядь, и старый мировой рекорд. То есть люди занимаются этой хуйней довольно давно. Значит, подготовка велась несколько недель. Собрались участники из 20 городов, сука, России. На рекорд вышли 104 человека. Они не сдавались до последнего и стояли на гвоздях 1 час 16 минут. Напомним, последний раз подобный рекорд установили в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Там принимали участие 90 человек из 4 стран мира. Ну, что хочется сказать? Пиздец какой-то, даже и сказать больше ничего не хочется. Из жизни звезд Владимир Рудольевич Соловьев делал прямой эфир по Белоруссии. И, собственно, работник Белаза вышел в прямой эфир и показал Владимиру Рудольевичу хуй. Обратите внимание, как это было. Что думаете о происходящем? Сейчас расскажу. Понятно, красавчик, молодец. Отведите как, молодец, хорошо показал. Единственное, могу сказать, у Белаза побольше будет. Но это было смешно. Анатолий, что-то еще можете показать? И, кстати, заметьте, он даже не покрасил себя красно-белый цвет. Но теперь мы видим точно, чем накрылся Белаз. А когда-то мог работать. Хочу отметить реакцию Соловьева. Значит, он прям три раза ему въебал три хороших шутки. Совершенно не растерялся. На самом деле, каждый раз это пиздец как неудобно. Когда-то в прямом эфире, например, а тебе показывают хуй или говорят какую-нибудь хуйню. Ну, я на радио это помню. Звонили люди специальные. Ну, не специальные, в смысле, мудаки. И там у них была только одна задача крикнуть. Ади на хуй! Меня это очень веселило, честно говоря. Я каждый эфир один и ждал, что мне позвонит такой человек. И скажет, ади на хуй! Вот такой я был радиоведущий. У Федора Смолова закончился контракт с испанской сельтой. Он, значит, устроил вечеринку. Перед вечеринкой он купил себе часы за 300 тысяч евро. Вот, и на этой вечеринке у него часы спиздили. Перед отлетом последнее, что он сделал, не поцеловал испанскую землю, а написал заявление мусорам. Вот какая мораль. Не покупайте дорогие часы, нахуй они, аму не нужны. Ну, вот так буду держать руку. Темпоральный говернер of the Khabarovsk region, Майкл Дегтярев, made a visit to the region to meet with regional babka and speak with her on the native English. Let's have a look on the video. How are you? Very well, thank you. And how are you? I'm fine. Have you a big family? Yes. How many? I'm married and I have four sons. Four sons? Yes. Oh, it's very well. The older one is 11 and the smaller three months. The fourth? The fourth? The fourth is three months. They live in Moscow, but they are going to come to Khabarovsk. Khabarovsk. Из России. Из России. Ну, вот обратите внимание, да? Ни с того ни сё, Михаил Дегтярев, значит, говорит с региональной, значит, пенсионеркой на английском языке. Почему, блядь, это происходит? Каким образом он с ней заговорил? У меня три версии этих событий. Ну, первая версия, поскольку английский довольно хуёвый, он до этого парился в бане с бывшим министром спорта, значит, Мутко. Let me speak from my heart in English. И они там вместе from the heart попиздели друг с другом, да? Это первая версия. Вот. Вторая версия, это то, что, может быть, на самом деле Дегтярев, это засланный к нам шпион, он проживает в штате Деловер, и он увидел своего куратора. Эта бабка, она тоже, значит, из индейского племени, потому что это, конечно, не то, что американцы, это настоящие native Americans, то есть это индейцы. Тоже хуёвый язык у них английский, поэтому, потому что они в племени проживали, но Мишу Дегтяреву заслали сюда шпионом, и он вырос, значит, вот в исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Ну, и вот, значит, соответственно, когда он увидел куратора, не могли не попиздеть на родном, что называется. Вот, третья версия какая? Блядь, ну, в конце видео бабушка говорит, почему-то, что она из Дагестана и армянка, из чего я делаю вывод, что в Дагестане говорят вот на таком английском языке все, и в Армении тоже немного. То есть, Михаил Дегтярев, получается, не индейец, а армянин или дагестанец. Ну, не знаю, честно говоря, сложно мне вообще сказать, почему. Вот, может быть, в принципе, в Хабаровске какие-то осадки выпадали, они влияют на молодого в Рио, и он время от времени переходит на разные языки. А может быть, просто потому что он полиглот. Значит, томский чиновник, зовут Ван Анатолий Истомин, глава комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов департамента охотничьего и рыбного хозяйства в Томской области. Пиздец, да, телеведущим, как охуенно работали было в свое время, ебанул прям с одного, значит, вот, без запинки эту куйню. Как, зачем так называть эти должности, я нихуя не понимаю. Что сказал этот замечательный человек, значит. Снижение популяции уток в Томске происходит, и он это объясняет таким образом. Мое мнение такое, что селезни в условиях безопасности не хотят заводить отношения с утками, и, следовательно, санки не высиживают птенцов. Переводя с чиновничего на русский язык, если по селезням не стрелять, они не ебутся с утками. То есть, значит, жители Томска, я к женщинам сейчас обращаюсь, если вы, значит, живете с томскими людьми, которые чиновниками работают, они плохо ебутся с вами, вы ебашьте их дробью. Тогда они будут каждую ночь, как бы, с вами, просто как в первый и последний раз заниматься сексом, и все будут довольны. Вот Анатолий Истомин, и я даю вам такой совет укрепления супружеской жизни. Спасибо. Храни вас Господь. Обратите внимание на эту фотографию, вот что на ней, значит, не женщина и мужчина масочные, и один, значит, мужчина не масочный. У нас масочный! Кто эти люди? Это, значит, депутаты. Депутат Петросовета Андрей Ушаков и спецы ЖКХ, члены комиссии и собственники. Значит, эти люди стоят у лужи, обратите внимание, да, они стоят у лужи, правда, сейчас я совершенно не стебусь, значит, вот эти вот люди, депутаты и чиновники, занимаются хуйней. Они провели выездное совещание по вопросам лужи, блядь. Вот они, сука, приехали, эти люди, да, и стояли, причем, ладно бы они, как бы, просто приехали на совещание, ну, как бы, есть же разные люди, умные и не очень, совсем пиздец не умные, да, и, как бы, об этом никто не знает. Ну, как бы они догадались вот это все запиздярить на камеру и, соответственно, выложить на просторы интернета, чтобы об их умности и вообще об их потрясающей работоспособности знали все. Дальше, да, они на этом не остановились, то есть они стоят, мы приехали на совещание по вопросам лужи и выглядим как долбоебы. Кажется, можно уходить с этих фраз, нет, нельзя. После этого они еще заключение сделали на этом совещании. Значит, проблема лужи-то в чем? Проектирование 80-х годов виновата, появилась здесь лужа, потому что хуево дорогу заложили в 80-х годах, вот теперь можно тушить цвет и смеяться. То есть, что получается, что это лужа юбилейная, есть 40 лет получается, да, а еще лужа с 80-х годов, вот Олимпиаду как отпраздновали, Мишка-то нахуй улетелся на воздушных шариках, и лужа образовалась, цой умер, совок развалился, а лужа все стояла и стояла. 40 лет лужа, самая старая лужа Святой Руси. На юге Петербурга местные жители, значит, продолжают бодаться с чиновниками из-за строительства шоссе. Местные не хотят, чтобы это шоссе прошло по парку и уебало это, значит, парк, парк интернационалистов называется, а чиновники, наоборот, за расширение магистрали. И, значит, гендиректор транспортного планирования Рубен Тартерян не выдержал и сказал жителям правду. Сказал им следующее, вы сначала, жители дорогие, давайте вы поживете в говне, а потом вернемся и обсудим строительство шоссе. Можно подумать, что жители Купчино сейчас, блядь, живут в охуительном мармеладе. Ну, немножко о помощи экономической в разгар пандемии коронавируса. Вот вы, наверное, читаете комментарии в интернетах, что говорят, нихуя не помогают малому бизнесу и вообще никакому бизнесу не помогают. Но это же ведь не так, это же чистый пиздеж, и я сейчас вам докажу это в 15 секунд. Смотрите, значит, есть такая компания Газпром. Возможно, вы знаете, эта компания, она занимается тем, что размещает свой логотип на футболках футбольного клуба «Зенит», в частности. Вот, ну еще газ добывает. Согласно отчету компании, в качестве премиальных членов правления компании с января по июнь 2020 года, то есть самый ковидный пиздец, было выплачено 602 миллиона рублей. А в виде зарплаты 363 миллиона рублей. Дальше следим за руками. Значит, за первую половину 2020 года Газпром выплатил 14 членам правления в общей сложности 1 миллиард рублей, следует из отчета компании. Вот отчет на экране. 14 человек получили 1 миллиард рублей. Да, я нихуя не оговорился. Значит, за январь и июнь 2019 года общий объем выплат членам правления составил 791 миллион рублей. То есть за год выплаты выплаты выросли больше, чем на 33%. Это к разговору о том, что нихуя никому не помогают. Помогают же. Согласно отчету Газпрома, в качестве премиальных членам правления компании в январе и июне было выплачено 600 миллионов рублей, а в виде зарплаты 360 миллионов рублей. И в счет иных видов вознаграждений еще 88 мультов им добили. Ну, чтобы до ровного счета, что 360 это какая-то хуйня, а так 400 там, почти 450 это уже лучше. То есть что эти люди сделали, да? Зарплата членов правления Газпрома сократилась на 17%. Это чтобы они в высоких кабинетах рапортовали, что вы знаете, сократили издержки, на 17% урезали зарплату. Членов правления, потому что ковид тяжело, давайте затянем пояса. На 17% мы рубанемся зарплату, хуй с ним так уж и быть, да? Вот, а премиальные выросли на 78% в тот же момент. То есть такой, блядь, это кручу-верчу, наебать хочу. Вот, но, собственно говоря, здесь можно было и поставить бы точку, да? Искать, ну, слушайте, да, действительно, Газпром, ну а что, богатая компания, в конце концов, да? Что хочет, то и делает. Хочет сокращать зарплату, а премию увеличит. Ну, они богатые компании, могут себе позволить. И пару слов о богатстве расскажу. По данным Газпрома, в первом квартале 2020 года компания получила чистый убыток в размере 116 миллиардов рублей. А в первом полугодии 276 миллиардов рублей. Убыток был получен на фоне резкого снижения выручки от продаж газа. По итогам полугодия она сократилась почти на 600 миллиардов рублей. Ну, то есть, смотрите, логично все, да? Ну, как бы, компания меньше заработала, убытки у компании, поэтому надо что делать? Ну, премии платить, да? Все, по-моему, логично, охотительно. Вот, это еще одна зарисовка к хтонической Руси, да? Когда я вам все время говорю, что здесь все всегда, блядь, наоборот. Чтобы увидеть гору, надо бежать от нее. Чтобы получить премию, надо, чтобы твоя компания понесла убытки. А чтобы не получить премию, надо, чтобы твоя компания охотительно зарабатывала. Вот такая логика. Ну, действительно, что, чем можно закончить эту новость? Действительно, ведь Газпром мечты сбываются не у всех. В цитате дна у нас сегодня выступает зам директора Центра занятости населения Нефти Камска Ирина Семенихина. Что же сказала эта удивительная женщина? Значит, она комментировала, что в городе наблюдается кадровый голос. Иными словами, никто работать не хочет. Работодатели, сказала Ирина, не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. Чиновница отметила, что размер выплаты по безработице в Нефти Камске составляет 5175 рублей. Именно эти деньги Ирина называет охуительно высоким пособием. То есть, ну пиздец, ведь действительно на Святой Руси что не сделаешь за 5000 рублей? На 5000 рублей можно купить, а что купить? Хуй завернутый в газету можно купить, он как известно заменяет сигарету. Но Ирина считает, что и это дохуя Нефти Камском, поэтому подозреваю, что в ближайшем будущем жители Нефти Камска вам пройдет специальный федеральный указ, и вам тысячи до полторы, а может быть до 1200 снизит эти выплаты, а то вы совсем охуели, не хотите работать, просто жируете на эти 5000. Вообще просто пиздец какой-то. Вот, ну и иммиграция нам сейчас начнется в Нефти Камск, потому что действительно 5000 рублей таких денег на Руси вообще никто никогда не видел. Друзья, 280 тысяч подписчиков на канале, спасибо вам большое, что подписываетесь. Еще раз хочу сказать про белорусских друзей, которые приходят и большое количество белорусов стали в комментариях, это видно, и они пишут какие-то теплые слова. Спасибо вам большое. Вот, пользуясь случаем, смотрите исторический выпуск про путь, августовский путь 91-го года, он абсолютно отражает то, что сейчас происходит в Минске. Увидимся. 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 Субтитры подогнал «Симон»!